МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости ОНАПО-регион, в студии Ирина Меркурьева. И сегодня в выпуске. Дом для детей-сирот. Каким он будет? Река Контрафакта не мелеет. Спасение года. Ко дню медицинского работника из архива скорой помощи. А теперь обо всем подробнее. Определить наиболее приемлемый вариант приобретения квартир для детей-сирот и придать гласность о намерении администрации курорта провести конкурсные процедуры. Такую задачу своим подчиненным поставил глава ОНАПО. Сегодня Сергей Сергеев побывал на одном из строящихся объектов, собственник которого готов продать жилье по социальным ценам. Сергей Сергеев вместе с подчиненными осматривает одну из строеплощадок Витязева. Здесь возводят четырехсекционный многоквартирный дом. Сколько квартир, сроки? 132 квартиры общая застройка зданий. Срок их сдачи в конец года, ноябрь месяц. Процедура приобретения квартир для детей-сирот строго определена законом. Во-первых, площадь жилья не менее 33 квадратов. Во-вторых, цена 34 тысячи рублей за квадрат. Тогда как в ОНАПе среднерыночная стоимость квадратного метра 48 тысяч. Ощутимая разница. Этот застройщик готов участвовать в конкурсе и продать муниципалитету социальное жилье. 71 однокомнатную квартиру, каждая по 33 квадратных метра. Опубликуйте наши намерения. Официально опубликуйте, что муниципалитет намерен приобрести 82 квартиры. Просим выйти с предварительными предложениями, кто способен до 1 ноября предоставить нам свидетельство на первичном рынке, на вторичном. Это уже изучайте, дорогие зрители. Мы для этого и собрались. Договор о намерении не исключает соблюдение процедуры. Совершенно правильно. Мы можем в договоре прописать, что мы в любой момент можем отказаться от приобретения, если нам будут предложены более выгодные условия при проведении конкурсных процедур. На сегодняшний день в обеспечении жильем в Анапе нуждаются 117 совершеннолетних детей-сирот. Из них 40 человек – не коренные анапчане, а те, кто приехал в наш город учиться из других районов Кубани, других российских регионов и даже из-за рубежа. На своих и чужих в Анапе детей не делят. В этом году из 82 ключей от собственных квартир 20 получат иногородние дети. Работа мобильных групп по пресечению несанкционированной торговли и незаконного оказания услуг должна приносить результат. А для этого все нарушения надо не просто фиксировать, а ежедневно анализировать собранную информацию и направлять в полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор для принятия мер. Об этом и говорил глава Анапы на утреннем инструктаже сотрудников управления муниципального контроля. Сергея Сергеева интересует простой вопрос. На что нацеливают людей, когда они выходят в очередное дежурство? И какой результат этой работы? Это же вчерашний день. Вы вчера работали? Я вчера дежурил на Гребенску. На Гребенску. Что вы сделали? Выписал протокол по 3-8 за торговлю на северном рынке. Выписал еще протокол на набережную вечером по пункту 9-35 за оказание услуг. И еще за столики, также за оказание услуг. Третий протокол выписал. Каждый день десятки составленных протоколов. Но где приняты к нарушителям меры? В чем проблема? В слабом взаимодействии городских служб и полиции? Должен быть результат в конечном итоге. Гонять обезьянок, косички, значит гонять. Делаем одно дело, значит одно дело. Вот он ничего не сказал. Я же не буду вопросы задавать. Сколько винных точек на маршруте? Сколько он проверил этих винных точек? Где изъяли Барматуху эту левую? Я помню. Он не может чай снести. Вы можете в ларех этот снести? Нет? Может я что-то недооцениваю? Но он должен доложить ему, вам, что у него на маршруте есть такой объект. Понимаете? Что же получается? И пойдет процесс сноса. Анализировать полученную от сотрудников информацию каждый день потребовал глава своего заместителя Сергея Козлова. И докладывать о сделанном по следам работы мобильных групп. Специалистов в голубых форменных рубашках очень хорошо знают все те, кто нарушает правила благоустройства или правила торговли. В курортный сезон специалистам муниципального контроля добавилась работа. Простые убеждения иногда не действуют на тех, кто строит и торгует, как вздумается. Мобильные группы муниципального контроля составляют протоколы. И не по одному разу на одних и тех же любителей беспредела. За каждой мобильной группой закреплена определенная территория. Чаще всего специалисты выявляют нарушения правил благоустройства на маршруте по улицам Гребенской, Горького и Набережной. Сотрудниками управления муниципального контроля ежедневно проводится мониторинг по выявлению несанкционированной торговли. Также в свою очередь специалистами управления муниципального контроля проводится работа по разъяснению с продавцами, реализаторами торговых точек на предмет проведения торговли внутри ролета. Выносная торговля запрещена. Вся торговля должна осуществляться только в пределах торгового управления в виде ролета. Если специалисты повторно выявляют нарушения, то в отношении предпринимателя возбуждается административное производство. Материалы направляются на рассмотрение административной комиссии, где определяют сумму штрафа. Муниципальным контролем в мае составлено 319 протоколов, из которых 214 – за несанкционированную торговлю. С 1 по 16 июня возбуждено 195 административных производств. Из них 120 – за несанкционированную мелкорозничную торговлю. В рамках операции «Курорт-2015» сотрудники полиции за два дня изъяли свыше трех тонн незаконной алкогольной продукции. Река Контрафакта при этом не мелеет. Сотрудники полиции продолжают проверки по выявлению в торговых сетях мест реализации некачественного алкоголя. Практически каждый рейд заканчивается изъятием суррогатного зелья. За два дня из незаконного оборота изъято 3134 литров спиртосодержащих. Алкоголь реализовывался в закусочных магазинах, ролетах при отсутствии специального разрешения. Правонарушители привлечены к административной ответственности. Административные материалы в отношении правонарушителей направлены в суд для принятия законного решения. Контрафактный алкоголь изъят из незаконного оборота. Сотрудниками полиции регулярно проводятся оперативно-розыскные и рейдовые мероприятия, проверки автотранспорта, перевозящего алкогольную и спиртосодержащую продукцию. При любых симптомах недомогания рука сама набирает заученный с детских лет номер телефона 03. Медицинский персонал скорой помощи подготовлен к любым ситуациям. Бригада скорой помощи номер 2 за много лет своей работы уже привыкла к неожиданностям. За каждым вызовом своя история. В прошлом году им пришлось принимать роды у гостей курорта прямо в лесу, в горах по дороге на Малую Триш. Срок был 37-38 недель, так как нормальная беременность 40 недель это роды, и поэтому они приехали перед родами просто пожить на природе, отдохнуть. И они в горах разложили палатку и отдыхали там. Но, конечно, ребенок не стал ждать и решил появиться на свет. И ему-то вовремя. Мы, конечно, поехали насколько можно это быстро, а папа нас встречал. Роды прошли удачно. Приняли здоровенького, крепенького малыша, мальчика. Папа был настолько счастлив, и он нас очень просил, чтобы он сам перерезал буповину. Ну, естественно, мы ему позволили. Наталья Гончарова везла ребеночка в город на своих руках. Профессию выбрала по просьбе мамы, которая очень хотела, чтобы дочь ее лечила. 15 лет работы на скорой помощи, действия отточены до автоматизма. Фельдшер Денис Чуб тоже послушал родителей и пошел в медицину. За плечами 7 лет ежедневных подвигов по спасению человеческих жизней и судеб. Сложенная работа 50% успеха. В бригаде номер 2 полное взаимопонимание. В летний период, когда именно курорт начинается в самом разгаре, тогда и возникают трудности. Трудности заключаются в том, что вызовов очень много, и необходимо их успевать обслуживать. Без самообладания и железного спокойствия в этой работе никак. И, конечно, большой любви к людям. Мы просто очень добросовестно работаем. Вот и весь секрет. Но мой секрет, что я всегда помню, что я врач. И я еду на помощь больному человеку. Более 20 вызовов в сутки. А в разгар сезона и больше. Чтобы перевести дух и выпить чаю считанные минуты. Ожидайте. Мы подъедем. Бригада волны 2 на вызов. И снова на помощь людям выезжает экипаж. Спасибо, что вы рядом. Под таким девизом в Анапском филиале Московского государственного университета имени Шолохова прошло ежегодное подведение итогов работы общественников. Депутат 9-го избирательного округа поблагодарила активистов ТОС за помощь и поддержку. Этот год был успешный и продуктивный, отметила Елена Некрасова. Но это только сплотило еще больше. Со своими активистами она встречается практически каждый день. Обсуждают вопросы, предложения и строят планы. Я благодарна, что они рядом. Я благодарна, что они помогают мне в моей депутатской деятельности. Что мы вместе работаем, решаем вопросы, которые касаются жизнедеятельности нашего 9-го избирательного округа. Ну и считаю, что важно помнить людей, важно благодарить людей, важно говорить спасибо. Сегодня как раз такое мероприятие, когда я говорю спасибо за то, что люди меня поддерживают и за то, что они мне помогают. Общественники, коллеги, руководители учреждений благодарны депутату за быстрое реагирование в различных вопросах, за понимание и доброту. Когда идет работа, слаженно вместе с депутатом, естественно, работа идет вся хорошо и благополучно. Работаем только с депутатом. По какому вопросу мы к мнению обратились, всегда все решается. Двор привели в порядок, детскую площадку сделали, помогает во всем. Тротуар хороший сделали по переулку строительному, она тоже способствовала этому. Она человек очень отзывчивый. Ее знают у нас на избирательном округе, на 9-м. Знают не только взрослые, но и дети. Когда она появляется у нас во дворе, все сразу собираются с просьбами. Она не все может решить сама, но она как-то посочувствует, обнимет и сразу на душе становится легче. Я хочу сказать, что Елена Анатольевна много внимания уделяет благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту домов. Для этого мероприятия разработали по специальному эскизу наградные статуэтки, подготовили развлекательную программу и цветы. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Четверг, 18 июня. В Анапе ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22-24 градуса. Ночью 20-22 градуса тепла. Ветер южный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 22 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч.